У нее в кабинете всегда многолюдно. Все потому, что у неравнодушных орловчан каждый день находятся вопросы к директору 12-го ЖЭУ. Людмила Каратеева вспоминает, пришла в сферу ЖКХ десятилетия назад и не пожалела. А ведь ее довольно часто спрашивают, не кажется ли вам, что это больше мужская работа? Может быть и мужская, может быть. Но самое главное в нашей работе, я считаю, что это работа с людьми, это работа с коллективом. Людмила Каратеева не раз становилась лучшим работником отрасли. Многочисленные дипломы – наглядное тому подтверждение. Я начинала работать экономистом в 25-м ЖЭУ. Проработала год, потом перешла работать тогда еще за УЖРО-4 начальником планового экономического отдела. И вот уже 5 лет, силу обстоятельств, директора в ЖЭУ-12 не было, поэтому мне предложили туда идти руководителем. Я подумала, согласилась. А после того получила еще одно предложение. Теперь на ее женских плечах лежит забота сразу о двух ЖЭУ. Таких, как Людмила Каратеева, в зале Грина собралось несколько десятков. Все накануне своего профессионального праздника от руководства первой городской управляющей компании будут получать поздравления. В зале не только руководители ЖЭУ и ЖЭУ, но и те, чьими силами удается устранять неполадки. Сантехники, слесари и электрики, сотрудники ЖКХ-центра. Без людей, которые обслуживают эти дома, которые делают все необходимое, чтобы в доме было тепло, чтобы в доме была вода, чтобы в доме был свет, мы без этого теперь обойтись не можем. А потому необходимо уделять внимание и стимулировать порой нелегкий труд, решили в первой городской управляющей компании и еще в самом начале ее открытия. Не обошлось без традиционных праздничных поощрений и в этот раз.